Добрый день, коллеги! Меня зовут Павел Орлов, в компании Сингента работаю техническим экспертом по гербицидам на пропашных культурах. Сегодня в третьей части нашего курса видео-лекций «Основы гербицидной защиты СОИ» мы разберем практическое применение оставшихся трех стратегий, но перед этим кратко расскажу о наших продуктах для фолиарной обработки. Против двудольных сорняков это Флекс, Витблок Плюс и продукт, который станет доступным в 2025 году под названием Эвентус, а также хорошо известный граминицит Фюзелад Форта. Первый продукт – это Витблок Плюс, двухкомпонентный продукт кросс-спектра, содержащий имазитопир и пропаквизофоб. Продукт производится в форме масляной эмульсии. Пропаквизофоб – это вещество, контролирующее однолетние злаковые сорняки. Имазитопир же, наоборот, контролирует двудольные сорняки и имеет хорошее действие на однолетние злаковые, такие как куриные проса и щетинники. Имазитопир относится к химической группе имидозаленонов и является ингибитором ацетолактатсинтетазы. Про классы веществ рассказывали мои коллеги в первой части. Пропаквизофоб – это вещество из группы орелоксифеноксипропионатов, которое блокирует синтез жирных кислот в растениях. К этой же группе относится и граминицит, про который расскажем в самом конце. Это физелат форта. Ветблок плюс же имеет широкую норму расхода от 1,2 до 2 литров на гектар, что является преимуществом и позволяет гибче подобрать норму в зависимости от видового состава и степени развития сорняков. Важной особенностью данного продукта является то, что он имеет окно применения, начиная от фазы всходов и до второго тройчатого листа включительно. Мало у каких гербицидов есть такое свойство. То есть этим продуктом мы можем начинать работать максимально рано, не обращая фактически внимания на фазу сои, а ориентируясь только на всходы таких проблемных сорняков, как марь, щирица и прочие. Мы не рекомендуем применять этот гербицид после фазы второго тройчатого листа во избежание возможного стресса. Среди преимуществ данного продукта отметим широкий спектр контролируемых сорняков и возможность применения в ранней фазе развития сои. Теперь перейдем к видовому спектру сорняков. Представлена высота контролируемых видов в сантиметрах для нормы 1,8 литра на гектар. Сразу обратим внимание на проблемные виды. Амброзия полынолистной контролируется до высоты 5 сантиметров, марь белая до высоты 3 сантиметра. Гербицид обеспечивает уверенный контроль щирицы до фазы 6 настоящих листьев, то есть до высоты сорняка 5 сантиметров. Если эти сорняки перерастают в баковую смесь, необходимо добавлять гербициды партнера. При наличии запаса влаги в почве и при условии отсутствия экранирования сорняками, этот гербицид проявляет остаточное почвенное действие. Продукт обладает защитным действием от последующих волн сорняков. Это делает его крайне востребованным при реализации двукратной последовательной стратегии защиты, о которой расскажем позже. На данном слайде показан спектр остаточной почвенной активности, про который говорили только что. Это марь белая, послен черный, та же щирица, виды щетинников. Но вновь напомню, что данное действие будет иметь место при наличии влаги в поверхностном слое почвы. И при достаточном попадании гербицида на поверхность. На следующий год после применения препарата можно высевать кукурузу, озимые и яровые зерновые. Через два года беспрепятственны любые культуры. В год применения в случае пересева рекомендуется высевать только озимую пшеницу. Переходим к следующему гербициду, а именно однокомпонентному флексу, содержащему фомисофен, формуляции водный раствор. Фомисофен относится к химической группе дифениловых эфиров и является ингибитором протопорфириногеноксидаза. То есть вещество вызывает нарушение фотосинтеза. Препарат обладает ярко выраженным контактным эффектом, поглощается листьями. Возможное проявление фитотоксичности на листьях сои малоопасно и не наносит ущерба продуктивности культуры, так как продукт системно сою не угнетает. Продукт характеризуется широким спектром контроля однолетних двудольных сорняков. Есть действия и на многолетние. Норма расхода от 1,2 до 1,8 литра на гектар, что делает продукт гибким в применении в составе баковых смесей. Флекс в норме 1,6 литра на гектар с добавлением неоногенного ПАФ контролирует марь белую до стадии двух настоящих листьев. Послен черный при этой норме расхода препарат контролирует до стадии четырех настоящих листьев. Данный гербицид отлично совместим с другими препаратами и является достойной основой для баковых смесей. Препарат имеет остаточное почвенное действие на щерицу запрокинутую и амброзию полонолистную. В процессе испытания препарата и его фактического применения компания сформулировала общие правила при использовании флекса. При применении препарата в чистом виде необходимо использовать неоногенный ПАФ в дозировке 200 мл на гектар, если норма рабочего раствора составляет 200 литров на гектар. Если в качестве партнера используется баковая смесь Фюзелат Форте, либо другой гарминицид, то а диван добавлять не требуется. А такая смесь отлично зарекомендовала себя против практически полного спектра сорняков в самых разных регионах страны. В частности, при использовании такой баковой смеси окно уверенного контроля марь белый расширяется до стадии четырех настоящих листьев. Кроме того, необходимо обеспечить высокое качество покрытия поверхности сорняков рабочим раствором, так как препарат имеет выраженную контактную активность, а небольшим флаймным перемещением можно пренебречь. Поэтому нужно применять не менее 150 литров на гектар рабочего раствора, а лучше 200-250. Играть с малыми нормами контрпродуктивно. На следующем фото из Ставропольского края показана эффективность флекса в чистом виде с добавлением адъюванта в максимальной норме расхода против амброзии полонолисной. Посев чистый. А на самом правом фото показано растение амброзии, которое к моменту обработки явно было переросшее, но все равно не смогло выжить. Что уж говорить о всходах этого проблемного для многих продуктов, но не проблемного для флекса сорняка. Один из лучших и подтвержденных практикой способов обработки гербицидом Флекс – это его баковая смесь с гарменицидом Физилат Форте, которая не требует добавления ПАВ. При этом марь белая контролируется до стадии четвертого листа. Норма каждого из препаратов в баковой смеси – максимум 1,5 литра на гектар. Добавление Физилат Форте позволяет проконтролировать злаковые сорняки и одновременно усилить эффективность на ряд проблемных двудольных сорняков. В частности, как показали результаты испытаний, эффективность по амброзии полонолистной увеличивалась с 80% до 100%. Также добавление Физилат Форте несколько усиливало действие Флекс в отношении щерицы запрокинутой и канатника Теофраста. Третий продукт – новинка, которая вновь появится в продаже в сезон 2025 года, содержит в своем составе два компонента – кламазон и бентазон, которые, соответственно, относятся к разным классам действующих веществ. Первые являются ингибиторами синтеза картиноидов. Вторые ингибируют транспорт электронов в фотосистеме 2. Препарат контактно-системного действия поглощается как листьями – это бентазон, так и преимущественно корнями – кламазон. Норма расхода также гибкая – от 1,5 до 2,5 литров на гектар. Препарат очень селективен по отношению к культуре, несмотря на наличие системного действия. Коротко о преимуществах. Передовая формуляция – микроэмульсия – это важный аспект высокой эффективности. Далее, контроль маря в стадии 3-4 пар настоящих листьев. Контроль падалица подсолнечника всех технологий, дурнишника. Немаловажным преимуществом является отсутствие ограничений по размещению культур в севообороте. Применение вентусов в смеси с такими нашими гербицидами, как видблок плюс, обеспечит надежный контроль таких видов, как частиц однолетний, щирица, бодяг полевой, а в случае с флексом – и послена черного. Теперь перейдем к примерам практической реализации стратегии номер 2, 3 и 4 с использованием наших препаратов. Стратегия 2 – это однократная послевсходовая обработка, то есть применение баковой смеси препаратов без предварительного нанесения почвенного гербицида. Это самая простая с организационно-технической точки зрения схема. Большое технологическое окно применения, меньше проходов техники, дожидаемся всходов и не работаем вслепую. И одновременно очень жесткое, потому что к моменту обработки сорняки, как правило, уже перерастают в самые уязвимые фазы. Особенно это касается ранних яровых с более низкой по сравнению с соей стартовой температурой для всходов. Всего лишь несколько градусов. Нужно работать полными нормами, при этом происходит негативное влияние на культуру, тормозится ее развитие, культура испытывает стресс, не развивается и корневая система. Этой схемы нужно стараться избегать и применять другие схемы там, где это организационно возможно. На этом слайде представлен пример эффективности работы баковой смеси флекс в дозировке 1,5 литра на гектар и физиолат форте 1 литр на гектар в сравнении с контролем и похожей смесью, где вместо физиолат форте применен препарат на основе клетодима в концентрации 360 г на литр и норме расхода 0,4 литра на гектар. Тип засорения смешанный, фото из Липецка. На центральном фото спустя 7 дней после обработки мы видим, что растения маря уже погибли и фактически высохли. Злаковые сорняки еще пытаются выжить, но, несомненно, спустя еще несколько дней засохнут. Сравните состояние сорной растительности на фотоконтроле, которое слева. На правом фото эффективность по маре и по злакам хуже, потому что клетодим хоть и является хорошим гарменицидом, но не содержит тех адьюантов, которые содержатся в препарате физиолат форта. Следующее фото — это те же варианты, но не вблизи, а общий план. И спустя уже не 7, а 32 дня. Как вы видите, спустя месяц соя осталась чистой, растений маря, а тем более злаков мы не наблюдаем. В правом верхнем углу проведена красная черта, показывающая границу участка, которая, в принципе, и так видна невооруженным глазом. Марь давно обогнала сою, и сою уже и не видно. Второй вариант — флекс плюс клетодим. Естественно, чище контрольного, но плотность маря значительная, поэтому урожайность сои снизилась. В продолжение темы флекса и его применения на данном слайде представлены варианты самых разных баковых смесей с нашими продуктами и не только на нашей научной станции в Краснодаре в 2021 году. В спектре сорняков присутствовали портулак, падалица подсолнечника, вьюнок полевой, канатник теофраста, щерица запрокинутая и амброзия полонолисная. Но отсутствовало морбелы. При таком наборе сорных растений выделяются по эффективности и урожайности первые три варианта. Причем разница между ними статистически неразличимая. Это флекс с физилатфорте, флекс с тифенсульфуронметилом и физилатфорте. И третье — это флекс в смеси с препаратом на основе тифенсульфуронметила и хлоримуронетила с добавлением ПАФ, в котором обработка граминицидом сделана отдельно. Остальные варианты тоже хорошо проконтролировали сорняки, но в условиях этого конкретного опыта несколько уступили первые тройки по урожайности, что не может говорить об их заведомо худшей эффективности. А это наглядный вид части вариантов из диаграммы прошлого слайда спустя пять дней после обработки. В 2023 году в опытах на станциях в Краснодаре и Рамоне изучали эффективность применения различных баковых смесей после всходовых гербицидов. В условиях дождливой весны сев провели достаточно поздно, 20 мая, и обработку гербицидами также провели в конце регламентного срока, как только погода дала возможность. Спектр сорняков включал куриные просо, щирицу запрокинутую, амброзию полонолистную, падалицу подсолнечника и канатник теофраста. На фотографиях показана работа баковой смеси «Флекс» 1,6 литра на гектар, плюс «Физелат Форте» 1 литр на гектар на 25-й день после обработки. Одним из лучших вариантов по контролю сорной растительности и вместе с тем бюджетным была обработка баковой смеси «Флекс» 1,6 литра на гектар, плюс «Кламазон» 0,25 литра на гектар, плюс «Клетодим» 0,4 литра на гектар. Слева на слайде фото сои на 25-й день после обработки, справа на 67-й день. Теперь посмотрим эффективность при использовании баковой смеси «Флекс» с «Витблок плюс», также с добавлением «Клетодим». На фото мы видим, как выглядела соя при использовании для контроля сорняков в смеси «Витблок плюс» 1,5 литра на гектар, «Флекс» 1,5 литра на гектар, плюс «Клетодим» 0,4 литра на гектар на 25-й и 67-й день после обработки. Делянка оставалась чистой от сорняков вплоть до уборки, если не считать единичные растения падалицы подсолнечника. Среди других вариантов по урожайности выделялись баковая смесь гербициды «Витблок плюс» с добавлением «Клетодима». На фотографиях мы видим результат работы баковой смеси «Витблок плюс» 1,4 литра на гектар, плюс «Клетодим 0,4 литра на 25-й день после обработки». На данном слайде показано, как выглядел этот же вариант 1 сентября на 67-й день после обработки. Показательный результат от обработки смесью на основе «Флекс» и «Физиолат Форта» с добавлением к ламазону получен в Белгородской области. Успешно получилось проконтролировать марь белую в фазе 8 настоящих листьев, щирицу запрокинутую и падальцу подсолнечника в фазе 6 листьев соответственно. Переходим к стратегии номер 3 – послевсходовой двухэтапной. Тот вариант, когда мы работаем гербицидами по всходам, но в два этапа. Такой, менее травматичный для соя, вариант, так как можно применять не максимальные нормы расхода препаратов. Сорняки не перерастают, если все делать верно. В эту стратегию отлично вписывается гербицид «Витблок плюс» для первой обработки. Растительная масса и сорняков, и культур не так велика, и большая часть «Витблока» попадает на почву и обеспечивает еще и почвенное действие, контролирующие последующие волны. Во вторую обработку применяются баковые смеси с тем же «Флексом», «Эвентусом» и другими препаратами. Переходим к практическим примерам реализации этой стратегии. Фото с опытной станцией в Рамоне, тип засорения смешанный, на контроле представлены типичные для центрального черноземья сорняки. Это падалица подсолнечника, марь, щерица, однолетние злаки, проса куриная и щетиньки. Обработка данного массива как раз была проведена в два срока. На центральном фото это был «Витблок плюс» в фазу примордиальных листьев в средней дозе, а именно 1,4 литра на гектар. А в фазу первого троечатого листа был применен «Эвентус», также в средней дозе 1,7 литра на гектар. Эффективность спустя неделю после второй обработки вы видите. На правом фото была также обработка в два срока, а именно препаратом на основе «Имазомокса» 0,8 литра на гектар, а позднее был применен препарат на основе «Бентазона» и «Ацифлуорфена» в дозе 1,5 литра на гектар в те же сроки, что и на схеме с продуктами компании «Сингента». Если сравнить два варианта, то видно, что у конкурентов хуже проконтролирована падальца подсолнечника, а мари и щерица несут на себе признаки действия гербицидов, но вегетацию продолжают. На центральном фото видно, что сорняки проконтролированы более эффективно. На этом слайде та же локация, но фото других вариантов смесей, тот же контроль с типичными сорняками для региона. На фото по центру применен сперва «Ивентус» 1,7 литра на гектар, а далее смесь «Флекса» с «Фюзелад Форта» в нормах 1,2 и 1 литр на гектар. На правом фото сперва был применен «Флекс» 1,4 литра на гектар с адювантом, а затем «Ивентус» в дозе 1,7 литра на гектар. Фото сделано спустя 7 дней после второй обработки. На правом фото заметно меньшая эффективность по злаковым сорнякам, что объяснимо, но там планировалось и была проведена третья обработка «Фюзелад Форта», отдельно не в составе баковой смеси. Вариант по центру сработал все же чуть лучше и по двудольным сорнякам. А вот пример реализации из Дальнего Востока, Амурская область. На фото вы видите, что очень много злаковых сорняков, в частности шерстняк, а из двудольных окалифы в меньшей степени щирится. Давайте посмотрим на фото участка, обработанного последовательно сперва «Флексом», а затем «Ивентусом», каждого в дозах по 1,5 литра на гектар. И на конкурентный вариант, где в те же сроки применена баковая смесь препаратов на основе имазомокса 0,8 литра на гектар и препарат на основе кламазона 0,5 литра на гектар. А далее вторая обработка проведена смесивым продуктом на основе ацифлуорфена и бентозона в дозе 1,5 литра на гектар. Конкурентная схема в целом неплохо показывает себя по сравнению с контролем, но уступает нашей. В нижнем ярусе четко заметно отрастание второй волны сорняков. А теперь локации из Благовещенска, но комбинации другие. Стратегия та же, третья, с последовательными обработками. Контроль тот же. Вариант посередине, флекс плюс паф в первую обработку, а затем во вторую смесь продуктов на основе бентозона 1,5 литра на гектар и тифенсульфурон метила с хлориумурон этилом 25 г на гектар с добавлением паф. Правый вариант включал в себя применение в первую обработку продукта на основе бентозона 1,5 литра на гектар в смеси с продуктом на основе тифенсульфурон метила и хлориумурон этила и паф. А во вторую обработку была применена баковая смесь бентозона 1,5 литра на гектар и тифенсульфурон метила 5 г на гектар, также с добавлением паф. На конкурентном варианте сорняков значительно больше, что отчетливо видно, а на варианте, где был флекс, они практически отсутствуют спустя 23 дня после второй обработки. В условиях Краснодарского края последовательная схема внесения гербицидов, а именно вид блок плюс 1,8 литра на гектар в первую обработку, и через 12 дней во вторую обработку флекс 1,5 литра на гектар и фюзелатфорта 0,75 литра на гектар позволила полностью проконтролировать присутствующие сорняки, включая амброзию полонолисную и просок куриная. На фото слева видим участок, на котором применили данную схему на 25 день после второй обработки. В то же время последовательная обработка гербицидов на основе бентозона и имазомокса, а затем через 12 дней смесью бентозона и тифенсульфуронметила не обеспечила полного контроля этих же сорняков, как мы видим на фотографиях справа. Похожая схема успешно зарекомендовала себя в условиях хозяйства в Приморском крае. В первую обработку использовали баковую смесь ветблок плюс 1,6 литра на гектар плюс кламазон пол-литра на гектар. Кламазон добавляли в основном для контроля по велике, а также для расширения спектра действия. В результате достигнут отличный контроль сорняков, среди которых преобладала амброзия полонолисная и однолетние злаковые виды. Вторую обработку на данном участке провели гербицидом Флекс в максимальной норме расхода 1,8 литра на гектар с добавлением ПАВ, что позволило сохранить посевы сои чистыми от сорняков вплоть до уборки. На фотографиях показан вид посевов сои на 7 и 21 день после второй обработки. Стратегия номер 4, комбинированная, самая прогрессивная, щадящая и технологичная, позволяет максимально раскрыть потенциал продуктивности. Заключается в применении довсходовых препаратов с последующей работой фолиарными гербицидами, как правило, начиная с фазы первого тройчатого листа. Преимущества и недостатки данного подхода подробнее разбирались во второй части нашего курса. Все препараты линейки Сингента отлично вписываются в эту стратегию. Перейдем к примерам реализации стратегии 4. Фото из Курска с полевого города. На контроле доминируют Щирица и Куриная Проса. Сравнивали варианты двух различных стратегий обработки – комбинированной и однократной послевсходовой. Комбинированная схема включала в себя довсходовую обработку Гарда Голд 3,5 литра на гектар с последующим применением Видблок Плюс 1,6 литра на гектар в фазу второго тройчатого листа культуры. На фотографии справа показан вид между рядей сои на 35-й день после обработки Видблок Плюс. И даже спустя 75 дней после фулиарной обработки посев оставался чистым, и соя не испытывает конкуренции от сорных растений. В результате именно комбинированная схема имела преимущество перед однократной обработкой по вегетации, что в условиях избыточного увлажнения 2020 года позволило сою сформировать наивысшую урожайность 31 центнер с гектар. Следующий слайд вновь с Липецка. Применен препарат Флекс в норме 1,5 литра на гектар с адювантом в дозе 0,2 литра на гектар. Осмотр произведен спустя 12 дней после фулиарной обработки. И мы можем оценить эффективность против некоторых сорняков. Фото слева — это бодяг полевой, переросший, нельзя сказать о полном его контроле, однако он получил серьезный стресс, остановился в росте и развитии, и это дает возможность растениям сои опередить его и минимизировать вредоносность. На двух других фото представлено действие на барбелую и падальцу подсолнечника. Обратите внимание, что после применения Гарда Голд сорняков очень мало, они единичные, что дало возможность успешно отработать одним препаратом. Следующий пример — это опытная станция Воронежской области. Все варианты, кроме контроля, обработаны смесью Гарда Голд 2,5 литра на гектар, плюс Дуал Голд 1,5 литра на гектар. По фулиарным обработкам представлено два варианта. Посередине — Эвентус плюс Витблок плюс в дозах 1,3 литра на гектар. Справа — конкурентная схема с препаратом на основе Бентазона и Мозамокса в норме 1,5 литра на гектар с добавлением ПАВ. Главное отличие нашей схемы от конкурентной проявилось в контроле падальца подсолнечника. А на этом участке она была устойчивой к ЛС-ингибиторам, что и обеспечило преимущество нашим продуктам. Та же локация. Также на всех вариантах, кроме контроля, применены до всходого Гарда Голд 2,5 литра на гектар и Дуал Голд 1,5 литра. Но другие варианты баковых смесей по вегетации. По центру препарат на основе Бентазона 1,7 литра на гектар с добавлением препарата на основе Тифенсульфорум метилы 7 г на гектар и Адьюванта. Широко распространенная схема. А справа видим смесь Эвентуса 1,5 литра на гектар и Тифенсульфорум метилы 7 г на гектар, также с добавлением ПАВ. На варианте с Эвентусом состояние сои гораздо лучше, чем на варианте Бентазон плюс Тифенсульфорум метил. То есть лучше проконтролированы падальца подсолнечника, щерица и морьбелы, представленные на контроле. Напомню, что падальца подсолнечника была устойчива к ЛС-ингибиторам. На слайде другой пример из Амурской области. После посева внесли почвенный гербицид на основе метрибузина. Основным сорняком на поле была морьбелая. Обработку по всходам провели смесью Флекс 1,5 литра на гектар и Эвентус 1,5 литра на гектар, что позволило получить дополнительные 2,5 литра на гектар сои по сравнению с широко распространенной схемой на основе Бентазона с Тифенсульфорум метилом. Другой пример комбинированной обработки также из Амурской области. Представлен на слайде. После посева до всходов внесли гарда голд в норме 3,5 литра на гектар, а в фазе второго троечатого листа сои смесь Флекс 1,3 литра на гектар плюс Витблок плюс 1,5 литра на гектар и Фюзилат Форте 1,5 литра на гектар. Внешний вид обработанного участка показан на фотографии слева, а на фотографии справа видим различия обработанного и необработанного участка. Основные сорняки, присутствующие на поле, щерица запрокинутая, марь белая, камелина обыкновенная, шерстяк волосистый, были полностью проконтролированы. А присутствовавшие на поле многолетние сорняки, такие как бодяг полевой, осод желтый, полынь сиверса и костер кровельный, находились в угнетенном состоянии. И в конце несколько слов о Фюзилат Форте. Продукт, который у нас везде в разобранных схемах, шел по умолчанию. Препарат с огромной историей эффективного применения. Содержит флуазифоб П-бутил в качестве действующего вещества. А также мощный адъювантный комплекс, который является залогом эффективной работы и быстродействия препарата. Норма расхода Фюзилат Форте от 0,75 литра на гектар до 2 литров на гектар. Отлично работает и по однолетним, и по многолетним злаковым сорнякам. Включая тростник обыкновенный, пырей ползучий и свинорой пальчатый. Но для контроля этих сорняков необходимо работать в максимальной норме 2 литра на гектар. Препарат применяется вне зависимости от фазы развития культуры, никак не влияя на нее. Хорошо сочетается с нашими продуктами на сое. Отличный партнер для флекса с усилением действия обоих компонентов на все группы сорняков. Еще одним преимуществом является дождестойкость. Спустя 30 минут после обработки его эффективность не снижается при выпадении осадков или орошении. На этом наш курс обучающих видео завершен. Благодарим за внимание.